Друзья, всем привет! С вами на канале Твой Игровой. Снова Алиса, её папа Серёжа, Филипп и на столе у нас сегодня игрушечка Питер Пен. Это первая локализация от нового издательства 4Games. В русской локализации она будет называться Новые приключения Питера. Как-то так. Да. В общем, мы вам сейчас покажем, как в неё играть, а вы примете решение, заказывать её для своей семьи или нет. Я думаю, да. Я думаю, стоит. Смотрите, игра, скажем так, детская, но могут и взрослые в неё поиграть, получить удовольствие. Игра кооперативная, то есть мы играем не друг против друга, мы совместно играем, будем искать на карте Нетландии. То есть это мир, в котором живут Питер Пен и злой капитан Крюк. Мир вечного детства. Да, и фея Динь-Динь. И злой капитан Крюк, он похитил детей. И попрятал их по всему острову. Значит, к каждому из нас будут приходить видения о местонахождении какого-либо ребёнка. Ну, вообще всё... Намного проще. Намного проще, да. Как-то подзамудрил. В общем, мы должны будем в первую очередь выбрать одного из персонажей, из-за которого мы будем играть. Здесь есть Питер Пен, Венди, её братья Джим и Майкл, Джон и Майкл. Тинки Вин. Да. Значит, фея Динь-Динь, но она была у бабушки. Все помнят фею Динь-Динь из диснеевского мультика. Что-то она тут такая прям, это... Ну, я говорю, она... Бодипозитив какая-то, да, подъевшаяся. Она у бабушки, это самое, пельмешки, пирожочки. Вот, и, значит, Лилия, это Скво, индейская девушка. В общем, они все немножечко отличаются по своим специальным способностям, да. Ну, давайте по порядку. Значит, как вообще будет проходить игра? Ну, после того, как мы выберем персонажа, вот, ну, пусть я выберу, давай, давай, вот я... Вот этих ребят выберу... Братиков. Братьев, да. Вот, я беру обложечку их записной книжки. Вот так она выглядит, у каждого она соответствует своему цвету. Также беру случайным образом карту Нетландии, да. Вот здесь на каждой из карт, ну, во-первых, они двусторонние, сторона А и сторона Б, уфлажненная. Вот, я беру одну из карт и беру также случайным образом один из 12 вот таких вот протекторов, кулечков, кармашков, в общем. И организую себе такую вот рабочую область. Значит, засовываю в кармашек сначала обложку своего блокнота и затем карту Нетландии. Таким образом, чтобы у меня вот эти, вот этот кит, да, совпадал и вот этот ребёнок смеющийся. Вот. Поначалу это может оказаться непросто, но... Это очень сложно. Приноровившись, да, мы получим... Ну, сейчас я вот так покажу и потом начну поменяю, да. У меня получилась вот такая вот карта Нетландии. Некоторые области... Ну, большинство областей на ней скрыты. Некоторые области обведены красными кружочками. Вот. И некоторые области, вот такие вот, покрупнее, они свободны. Значит, что я должен сделать? И каждый из нас, что должен будет сделать? Ну, во-первых, взять фломастер своего цвета. И на области, где... На открытой области должен поставить крестик, где спрятан ребёнок. То есть, я сам выбираю, где спрятан ребёнок. И буду тебе подсказки давать, где его искать. Ну, вот пусть будет вот так вот. То есть, это я всё не вижу. Да. И все остальные игроки... Это всё вскрытое делается, да. Ну, то есть, вот. Вот этот вот грибочек. Здесь спрятан ребёнок под этим грибом. Вот. Также каждый отмечает себе местоположение одного спрятанного, похищенного ребёнка. Вот. И затем мы набираем стартовую руку. Значит, по две карты у нас есть карты направления и карты дальности. По две, по три? По две. По-моему, да, по две. По две мы потом добираем. Вот. Значит, что здесь есть? В картах направления есть вот такие подсказки. Это видения, которыми я буду делиться с игроком, который сидит от меня по левую руку. То есть, с тобой. Ты будешь делиться с Алисой, Алиса будет делиться со мной. Вот. И, значит, на картах расстояние... Собственно, расстояние мили. Две и пять мили. Да. Здесь на карте указано, что одна миля, ну, это примерно одна клеточка. Да. По диагонали или по горизонтали, неважно. Потому что все наши перемещения, они будут, так сказать, на глазок. Вот. Значит, ну вот, давайте представим, что ты играешь за индейскую девочку. И мы все должны будем давать друг другу подсказки. Вот из тех карт, что у меня есть. Значит, смотри, вот твоя девушка, например, она будет стоять вот здесь. Вот здесь это стартовые позиции на картах обозначены. То есть ты стоишь здесь. Я вижу, что ты стоишь здесь. Я знаю, что тебе нужно каким-то образом прийти к грибу. Так. Вот. А у тебя на планшете есть вот такие ладошки. От четкой ладошки до прям прозрачной, исчезающей ладошки. Я выкладываю... Выкладываю среди карт... Ну, во-первых, я должен добрать две в начале хода. Ну, опустим этот момент. Значит, я должен из имеющихся карт как-то тебе подсказки выдать. Я выкладываю тебе карту вот сюда вот на ладошку, вот на эту. Это значит, что... Не четкая подсказка. Нет. Это значит, что скорее всего тебе не к кораблю. То есть вот эти все картинки... Горячо-холодно. Да, горячо-холодно. Верно. Вот. Тебе прям, ну, совсем не к этому кораблю. На расстояние... Я так на глазик так... Раз, два, три, четыре клеточки там. Ну, то есть... Почти пять. Вот так идет. И стрелочка, видишь, на картах прям показывает. Да, вот такие намеки. Значит, в свой ход я должен потратить две карты в любом случае. Я могу дать тебе одну подсказку. Например, только направление. Или только расстояние, да? Ну, только расстояние странно, но пусть. Вот. Если я даю тебе одну подсказку какую-то, то вторую карту с руки я должен кинуть в сброс. То есть в любом случае игрок в свой ход должен... Выкладывать две карты. Выкладывать две карты, да. Либо на подсказку, либо сбрасывать их. Вот. Когда мы друг другу подсказки вот таким образом оформили... А еще, кстати, есть вот такая штука. Вот. Шкала опасности. Вот это вот. От синенького, то есть маленькая опасность, до красненькая. Это большая опасность. С чем может быть связана опасность? Вот смотри. Ты находишься, ну, примерно вот здесь, да? Вот через мостик. Вот тут. Гриб здесь. У тебя по пути, если ты пойдешь правильно, вот таких красных кружочков нет. Угу. Вот. Красный кружочек – это место, где тебя может поймать капитан Крюк. То есть я прям смело, ну, вот так вот обозначаю, что... Безопасно. Да, безопасно. Ну, при... Если по моей задумке ты пойдешь, то тебе будет безопасно. И на Крюк ты не наткнешься. Вот. Хотя ты можешь походить, конечно, и туда, и туда. Ну, как я пойму твою подсказку. Да, да. Вот. Ну, чуть могу повыше задрать. И вот это та информация, которая нужна тебе для перемещения. Вот. Это такой предварительный этап перед основным ходом. И затем, вот мы, начиная с первого игрока, вот с жетончика первого игрока, совершаем свои движения. Как совершаются движения? У нас есть вот такая линейка. Акриловая, красивая. Вот. Ну, вроде даже прочная. Это мы сейчас проверим. Да, в свой ход. Да, мы уже проверяли по-всякому, да. Значит, в свой ход просто ты прикладываешь линеечку вот так к своему персонажу. И маркером... Ну, вот, значит, у нас обычные персонажи, все кроме феи Динь-Динь, ходят на... Они ходят только на первую половину вот этой линейки. Она просто летает дальше, может. Ну, ты смотришь так. Ну, примерно, ну, точно не к кораблю. Ну, вот туда ты решаешь, в горы куда-то отправиться. Ты прямо вот так прочерчиваешь... Максимум, могу меньше, да. Можешь меньше. Ну, тогда ты, например, к птичке хочешь прийти, ты ставишь здесь крестик, перемещаешь своего персонажа. Вот. Значит, в свой ход вообще у каждого игрока, каждому игроку можно сделать три действия. Они не должны повторяться. Значит, это действие передвижения. Вот я сейчас показал, как оно делается. Второе действие — это поиск ребёнка. Вот ты пришёл сюда и можешь поискать. Для этого ты кладёшь вот этот шаблончик, ну, таким образом, чтобы он... Чтобы персонаж находился внутри этого кружочка. Логично. Вот. И вот так вот обводишь. Таким образом, ты говоришь, вот в этой области я хочу поискать ребёнка. Я смотрю на свою карту. Вот. И говорю тебе, что нет, не нашёл. Не нашёл, да. Но если бы, если бы ты поискал ребёнка в том месте, которое обозначено красным кружочком, ну, вот есть закрашенные кружочки, они не считаются, а те, которые вот цветные кружочки, обведены красным, и если ты ищешь в этой зоне, пересекаешься, тебя ловит капитан Крюк. И всё? Нет, не всё. Всё, мы отмечаем здесь, что один раз нас поймали. И всего нас... Короче, есть несколько попыток. Да, есть несколько попыток. Значит, всего цель игры нам надо отыскать четверых детей. Угу. Вот. Когда находим четвёртого, мы побеждаем. А вот это что? А вот это сейчас расскажу. Это третье действие. Ага. Разбить лагерь. Значит, если ты куда-нибудь пришёл, например, и хочешь как-то обезопасить себя и других игроков от поимки капитаном Крюком, ты точно так же накладываешь этот шаблончик, чтобы он был... Ну, чтобы персонаж был внутри этого кружочка. Но обводишь уже внешнюю сторону. Ммм. Вот. Это лагерь. Вот так, да. Это наш лагерь, и до конца партии... Кривовато сделал. Ну, в общем, до конца партии внутри этого лагеря капитан Крюк не может нас поймать. Ну, то есть, таким образом, мы себя обезопасиваем от того, чтобы искать внутри лагеря. Мы разбили лагерь, и внутри лагеря никто нас не поймает. Понятно. Вот. В чём ещё, значит, штука? Колоды у нас, из которых мы руку пополняем в начале хода, они разделены на две части. Первая часть вот такая облачка просто, а вторая часть это гроза. Да. И в части с грозой нам могут попасться вот такие вот карты. Это крюк. Да, это крюк нас поймал. Значит, независимо от того, где мы находимся, если игрок такую карту себе взял в руку, он обязан её скинуть. Мы отвечаем, что поймали. И вместо этой карты должен взять себе другую карту из этой же колоды. Просто вероятность того, что игра закончится чуть раньше. Нет, она не закончится чуть раньше, потому что крюк только в конце колоды. Ну, в смысле, не вся колода долистается, а может в любой момент. Так. Вот такие три действия можно сделать. Лагерь разбивать можно только два раза. Когда разбил первый лагерь, отметил. Второй лагерь отметил. Значит, теперь... А что тут зелёненькое? Значит, вот это я ещё тоже расскажу. Да. Вот. По сути, это такие основные все механики, которые нам необходимы. Значит, ну, когда кто-то нашёл спрятанного ребёнка, тот, кто отмечал его у себя на карте, тот берёт себе новый конвертик, старый снимает, надевает новый, отмечает новое местоположение другого ребёнка, и поиски продолжаются. Вот. Теперь давайте перейдём к спецспособностям наших персонажей, потому что они отличаются. Итак, Питер Пен, предводитель наш, его спецспособность заключается в том, что он может построить третий лагерь. Вот. Значит, ну, когда... Если мы в игре, то... Да, если Питер в игре, то он может, ну, помимо уже построенных двух лагерей, да, построить третий лагерь, он обводится пунктирчиком, чтобы понимать, что это построил Питер Пен, разбил лагерь. По сути, всё. Это его спецспособность. А вот это? А эта сверхспецспособность, она открывается в режиме... В общем, зайду чуть-чуть вперёд, забегу. Когда мы доиграем партию, в зависимости от итога, выиграли мы или проиграли, мы будем тянуть карты... Вот, пиратская карта, она будет усложнять нам следующие партии. А... Значит... Если мы проиграем, то вытянем с клевером, и клевер нам будет упрощать следующие партии. Вот. И, ну, таким образом, после череды побед, сколько тут карты? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, да. То есть, вот, шесть уровней настройки сложности будет происходить. И написано, что... В правилах написано, что если вы победите с шестью пиратскими картами, можно считать, что вы прошли игру. Вы большие молодцы. Вот. Если вы, значит, проигрывали, вот, четыре раза, насобирали четыре карты клевера, и проиграли пятый раз... Мы же проиграли, слушай. Не отчаивайтесь. Вы можете продолжать играть, и, в общем, оттачивать свои навыки взаимопонимания. Ну, прикольно, прикольно. Ну, а значит, надо будет две партии сыграть. Однозначно мы сыграем, да. Давайте дальше. По способностям. У Феи Динь-Динь, она перемещается... На всю линейку. На всю линейку. Это вот это, да, обозначение? Да. Она просто дальше летает. Вот. Второе пока не разбираем. Второе не разбираем. Ну, забегая вперёд, значит, когда откроются сверх вот эти спецспособности, она сможет вообще телепортироваться куда угодно. Ух, ну, что есть без этого, да. Да, без линейки. Ну, это, наверное, одноразовая штука. Да, хочется. Нет? Нет, нет. Она настолько упрощает игру. Это детская игра, да. Значит, Лилия что делает? Она в свой ход, ну, точнее, не в свой ход, а в фазу добора карт, она может одну карту взять из сброса. Угу. Вот. Себе в руку. Вместо того, чтобы брать из колоды. То есть она смотрит весь сброс и выбирает себе нужную карту. Очень полезное, хорошее свойство. Венди. О, вот у Венди тоже хорошее, полезное свойство. Значит, тут дело как обстоит. Когда вы уже, ну, вот, выдали какую-то подсказку, например, игрок не нашёл ребёнка, вот, и снова приходит время давать новые подсказки, вы можете продолжать выкладывать новые карты, подсказок, но можете перед этим сбросить старые. Можете и не сбрасывать. Вот. И тогда уже, ну, как бы уточняющие давать такие подсказки. Но перемещать карты никто не может, а Венди может. То есть, например, ты вот переместился куда-то, куда-то, вот, ну, вот, ещё чуть-чуть бы, и ты бы оказался в правильном месте. Я могу вот так вот сделать, вот так вот, играя за Венди, чуть-чуть переместить, дать тебе подсказку, что тебе точно там к этому кораблику, ближе к этому кораблику, или дальше от этого кораблика. она может не скидывать карты, а именно перемещать их вдоль вот этого трека. Но при этом она новые добавляет? Добавляет, конечно, да. Она может уточнять старые, либо сбрасывать так же, как все, либо, ну, добавлять новые. Ясно. Так, кто у нас ещё остался? Вот эти два парня. Да, потому что их двое, они в фазу, ну, не в фазу, а в момент выполнения действия поиска ребёнка чертят два кружочка. То есть, вот они стоят, я могу начертить вот так вот один кружочек, и потом вот так вот другой кружочек. То есть, у них чуть-чуть больше... А фигурка при этом стоит на месте? Фигурка стоит на месте, да. Площадь поиска больше. Да, 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 площадь поиска. Тоже, ну, такое полезное, хорошее свойство. И, кажется, мы разобрали всех. Так, ну, ты этих выбрал, пацаны? Да, я уже этих выбрал. Вот. Выбирай тогда ты, Алис. А я что останется возьму? Ну, наверное... Почему полезнее? Наверное, вот так вот. В Венде. А я буду летать далеко. Ну, далеко вряд ли. Я буду объевшись от пирожков феечкой. Ну, она реально... Когда мы её увидели, такие... Да. Так, я заменю тогда... У нас же не была такой. Нет, нет, не была. Ну, точнее, там как-то. Он это не уточняет, конечно, автор её формы. Я очень плохо, практически не помню книгу. А тебе удобно будет мне так подсказки открывать? Ну, ладно. Я думаю, да. Я думаю, вполне себе. Вот. Ну, естественно, значит, какой момент? Я помню, что он крокодил с часами был, который преследовал капитана Крюка. Момент, значит, следующий. В момент, когда вы уже должны выполнять какие-то действия, да, следуя подсказке, ну, естественно, переговариваться с тем, кто эту подсказку давал, нельзя, но вы можете обсуждать с другими игроками, и там, ну, типа, ты как считаешь, я вот если сюда пойду, там нормально будет? и вы это можете обсуждать, но тот, кто вам выдавал подсказку, естественно, ну, не принимает в этом участие. Мне хочется, чтобы чуть сюда вот положил этот планшет. Да, хорошо. В центру. Так, со сбросом у нас. А эту где-то вот здесь поставим. Хорошо. Так, это сброс. А, ну, со сбросом у нас никто не работает, поэтому... Можно его... Да. Так, размещай себе вот этот... Это кубик угрозы. Так, это здесь кубик угрозы, и у меня кубик угрозы. Вот место игра не очень много занимает. Давайте расставим персонажей. Значит, мои вот эти парни здесь стоят. Фея вот здесь. Здесь, в горах. За горами. Венди вот здесь, возле мостика. Все. Эти нам не понадобятся. Так, мне значит, надо будет... Смотрите, да. В общем, сейчас я... Конечно, Алисе буду давать подсказки. Да, ты будешь давать подсказки Алисе. Вот, давайте мы сейчас перемешаем. Ну, собственно, можете уже перемешать, разобрать себе карты, и сейчас перемешаем, разберем себе вот эти вот... Протекторы. Протекторы. Кармашки. Сливс. Неплохое решение, но не очень эргономичное. То есть, вот этот момент с тем, что все время эти надо снять, надеть. Так, смотрите, только важный момент. Значит... Стой. Вы должны себе карту... Фейс А. Да, стороной А. Фейс А. отличаются... Ну, там сложнее, да. Там пол – это лава. А-а-а. Вот. Там начинает извергаться в лукан. Ну, посмотрим. Вот. Там все немножечко сложнее. Так. Да, теперь мы, значит, скрытно друг от друга. А, ну, конечно, маркировочки. Держите своего цвета. Я в одном из красных кружочков должен, да? Не-не-не-не-не. Красный кружочек – это этот. А, на куске карты. Это капитан. Да, на открытом куске карты. Так, я тебе должен давать подсказки, и поэтому я вот здесь пацана или девчонку размещу. Давай попробуем. Прикольно. Я хочу, что я хочу. Вот тут. Вот тут. А я камеру покажу. Угу. Так, давайте сейчас чуть-чуть еще перемешаю колоду. А то я тут брал для примеров, показывал. Мне нравится, что на карте рисовать нужно. Да. Так, всем я раздаю по две стартовых карты расстояние. И сейчас раздам по две стартовых карты направления. А что значит, когда у мили, типа, есть еще плюс? Ну, это значит... Что-то есть с чем-то. Не, ну, больше, значит. Значит, больше, чем до числа, которое написано. Полезная штука. Ну, в общем... Ну, то есть это такая неточная карта. Точно больше этого, но там сколько, насколько больше, неизвестно. Так, все, значит, стартовые карты мы взяли. Теперь смотрите. Перед началом хода мы добираем по две карты из любых колод. То есть, сами смотрите. Доберете ли вы из карт расстояние, из карт положений. Вот, сами смотрите. Но добрать надо. То есть у вас на момент дачи подсказок должно быть по шесть карт в руке. Ага. Я хочу два расстояния добрать. Добирай. Добирай два расстояния. Алис, ты тоже думай. Да. Вот эти, да. Ты уже поселила там ребенка? Да, поселила. Поселила. Да что такое? Они все одинаковые. Выбирай сама. В общей сложности две карты тебе надо добрать. А, понятно. Так. Как удобно. Так. И так. Есть там что-то? Вот. И мы... Да, давайте уберем, чтобы не мешать никому. Чтобы это никому не мешало. И сейчас мы просто планируем подсказки, раздаем друг другу, настраиваем уровень угрозы, какой считаем нужным. Вот. И когда все будет готово, мы начинаем... Ну, кто у нас первый? Давай, а ты будешь первый игрок. Я? Да. Ты будешь первый игрок. Начиная с первого игрока, мы будем... Подсказывать. Я тебе должен. Мы одновременно все друг другу подсказываем. Да. Этот момент происходит одновременно. Так, сейчас надо этот... Да, вот в эту сторону. А где это? Расстояние вот такое. Так, давай. Угроза у нас будет. Угроза. Ну, вот так где-то. Понятно. Так. Ага. 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 Очень хорошо. Значит... Ммм... Скажи, это мильтрибер. Ну да, ну да. Так. Вот. Вот так. Ага, сюда, значит. И... Вот так. То есть вообще не на одну милю. То есть... Нет. Ну, я не могу тебе подсказывать голосом. Ты должен трактовать сам. А, чуть-чуть. Я понял. Если бы чуть-чуть, я бы положил на яркую ладонь. Ну, далеко, то есть, надо идти. Ну, пусть... Так, ну, хорошо. Так, и угроза, угроза, угроза. Конечно, сейчас я тебе выставлю угрозу. Ох... Оу! Опасно! Так, а я, значит... А ты мне? Жесть. Что, я вот... Вот он. Ты и так, значит... Да ладно, прям конкретно нет. Тут надо прям конкретно смотреть, если... Смотри, смотри. Значит, вот так. Так. Вот. А, разлом. Всё, я понял. Так. Так, разлом. В разломе, но это не точно, наверное, у нас ладно. Так, всё, молчим. Давай молчим. Да, словами не даём, только картами подсказку. Разлом, разлом, а где у нас тут разлом? Смотри, здесь есть такие объекты, вот смотри. Вот это вот разлом, да, такой идёт. Он идёт по всей стороне. Здесь облака по всей стороне. Вот. Здесь, значит, вот такой вот обрыв такой фьёрный, да? Вот. Это тоже всё на картах есть, поэтому за этим надо следить. Ага. Нет, наверное... Вообще непонятно, насколько. Видимо, прям далеко. Прям упасть надо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Скорее всего, где-то здесь. То есть, да, мы с тобой можем обсудить Алисины подсказки. Если там дальше шести, то это логично будет где-то раз, два, три, четыре, пять. Где-то здесь. Сейчас. Хорошо. Так. О-о-о. Там вот, наверное, даже вот так. Ну, конечно, там по пути будет много опасностей. Посмотри, да, по пути опасности. Опасность, это имеется в виду, что ты куда-то придёшь, поищешь там ребёнка и напоришься на крюка. То есть, вот, вот что такое вот уровень опасности. Ну, мы можем обсудить, ну, у меня, да, в целом я согласен вот с этим моментом, что надо идти далеко, а здесь далеко пройти не получится и по диагонали. Мы можем обсудить с тобой подсказки с тигром и на пять миль. Тигр здесь, но на пять, а, но не на пять миль. Значит, можно прям к тигру, я думаю, пойти. Прям к тигру. Я не могу вам давать. Нет, мы солисты обсуждаем. Ты тоже можешь обсудить вот с Филом мои подсказки, если хочешь. Я думаю, что мне нужно двигаться прям в сторону этого месяца. Ну, это не одна миля. Это где-то. Это мне вот... Вот я не понял, мне либо совсем чуть-чуть надо пройти, либо идти прям далеко. А, нет, ну и да, если бы мне надо было на одну милю пройти, он бы сюда положил. То есть, это совсем не одна миля. То есть, это прямо далеко в сторону месяца идти. Вот, смотри, да. Скорее всего, это вот этот крокодильчик какой-нибудь. Смысл в том, что вот здесь есть... Либо русалки. Здесь есть вот глубоководие, да, тёмная такая вода. Ну, небо вот это тоже отражающееся. И есть вот такая светло-голубая вода, речки, всякие ручьи. Вот, по ним можно ходить тоже. Это мелководие. Вот, то есть вот... Почему нельзя ходить? Ну, вот, за это нельзя ходить, да. Ну, то есть, вот сюда я не могу. Да, сюда нет. Мелководие вот это могу. Да, мелководие. Ну, понятно, тут у них объекты есть. Да. Я думаю, это какой-то вот этот... Ну, если обсудили, да, можем... Давайте по очереди. Да, ходить, искать. Спасибо. Давай пробуй. Так, ну это как-то... И нечего, я сейчас подвину немножко. Да, двигаем это место потом. Да, знаю, где я стою, да. Ну, значит, как бы я проведу... Да, полное обязательно? Да нет, ты можешь крестик или точечку поставить. Можешь вообще ничего не ставить. Ну, в общем, и так, примерить, что твоего движения хватает. Ага. Так. Это первое действие. Да. Ты походила. У тебя еще есть возможность разбить лагерь и поискать. Ты можешь пользоваться этими действиями, можешь не пользоваться. Поиск. Поиск. Пожалуйста. Наверное, да, вот так. Ну, может фигурку убрать, чтобы она тебе не мешала. У тебя там крестик стоит. Так. И ваш ответ. И мой ответ найден. Найден первый, да. Вот он крестик точно на этом тигре. Найден тигр. Прекрасно. Значит, что происходит в этот момент, да. Ты отмечаешь, что ты нашла... А я заменяю протектор. Да. Ну, это я могу стереть, да, чтобы он не засыпал. Да, естественно. Вот. И в момент... Ну, в ловушку не попала она. Вот это вот мое стартовое место было ловушкой. Было ловушкой. Ну, и часть луга здесь тоже, я так понимаю. Но он тут все четенько прям прорисовало. Все? Хорошо. Так, держи. Ну, то есть у тебя карта остается та же. Да, да, я понял. Вот. А, значит, этот... Так, отметила, да. И стираешь весь свой путь и вот этот кружочек с поиском. Так, поиск. Чтобы тебе впоследствии, да, потому что у тебя уже будет... Я загадываю новое местоположение. Ты загадываешь новое местоположение, а пока что хожу я. Ну, хорошо, я пойду далеко-далеко, насколько смогу. Где-то там далеко-далеко. Ну, лучше теперь от своих карт думать, где его загадать. А, а я стояла. На тигре прям, да. Надо думать от своих карт. Так, ну что, я пройду максимально, сколько смогу. Вот тут вот. Вегвамчики. Ай, блин. Но искать я не буду. Искать я не буду, потому что я понимаю, что мне нужно идти дальше. Ну да, ты не доходишь просто за ним. Я не дохожу. И Алиса впоследствии может корректировать как-то поиски. Да. У меня очень опасный путь. Ну, давайте попробуем. Ну, я думаю, что это русалки. Либо вот эта вот хижина, либо вот меч в камне. Вот что-то вот в этом районе. Какой-то камень, как черепашка-ниндзя с маской. Блин. Что ж мог Серёжа там загадать? И в чём это очень опасно? Давай русалок попробуем. В бок сдвигай. Да что всех разкидывал. Да, вот так. На тигре. А не надо стирать? Стирается тогда, когда ты нашёл ребёнка. В общем, всё стирается. Да, чтобы тебя потом не смущали твои предыдущие походы. Блин, ну я вот, конечно, боюсь здесь искать. Сейчас на крюка можно попасть легко. Ну и лагерь разбивать. Давайте лагерь попробуем, да? Ну, ты можешь и лагерь разбить, и поискать. Я понимаю. Ну, давайте сделаем безопасный поиск, да? Держи. Так, я стою вот здесь. Красота. Да. Так, отмечаем вот здесь. Да. И поиск сразу туда. Так, чтобы несколько объектов нам захватить. Давай вот дерево, хижина и русалки получится. Всё в одном вот так. Сразу несколько объектов нам проверить. Ну, я поздравляю. Нашёл? Это действительно русалки. Еее! Я знаю! Это действительно... Знаю твою логику. Да что логика? У меня здесь просто открылась кусочек тары. А где опасность была? Вокруг, вот, смотри, сколько всего. Не в той стороне, где я боялся. Ну да, ниже опасности не было, но... Ну, в этом лагере потом теперь можно спокойно загадывать, да... Загадывать и искать. И искать, да, без проблем. Класс. Так, ну что, двух мы нашли? Да, действительно. Нашли двух. А, ты отмечай, ты же нашёл. Ты нашёл. А, я нашёл. Ты нашёл. Твоих нашёл. Да. Вот, скидываем мы эту штучку, берём новую. Так, и ходит... А, вот это расшифровки по способностям, да? Ты ходишь. Да. А, я уже походил. Уже ходил? Да, мы все походили, вы поискали, нашли. Так, сейчас я нового пацана или девчонку, у кого там похитили, отмечу. Так, я задаю тебе, Фил, да? Так. Ну, давай вот... Эти карты можно скинуть, да? Какие? Предыдущих подсказок. Да. Значит, смотри, там написано так, что если две карты вы не обязаны скидывать... Ну, очень странно, но можете. Ну, короче. Всегда вы можете скинуть карты. Давай вот сброс... А, ну, это и так сбрасывается, потому что Алиса нашла. Да, собственно. Да, и я нашёл. Ой, как бы тебе подсказать. Так, сейчас я должен отметить. Сложная очень ситуация. Зрители могут тоже думать. Давай вот... Так подсказать, чтобы... Смотри, мы в начале хода добираем карты, вы помните. Ага, кстати, вот я места доберу. До шести, да? Ну, две карты, да. Вы добираете из любых колод. Доберу места. Так. Алиса, ты добирай. Угу. Так. И я доберу. Места очень нужны. Безусловно. О, ну, стало гораздо проще. Да. Скажем так. Так. О, так, а эта карта не отсюда. Эта карта из этой колоды есть. Стояние такое. Это интересно. Да, где-то так. Значит, где вообще? А, вот. То есть это где-то... Теперь Алиса... Опасность. А, Алиса мне загадывает. Продолжай. Ты можешь сбросить, либо... Дополнить. Либо дополнить чем-то, да. Да. Ну, это... Это, наверное... Опасность где-то вот так. Не, наверное, чем дополнительство уже... Не надо. Так, так, так. Так, так, так. Угу. Да, лагерь оставляй. Остальное можно стирать. Ты мне будешь давать подсказку? Я даю тебе подсказку. А, я у Алисы спрашиваю, зачем? Алиса... О! А ведь... А ведь и правда. Да. А ведь и правда. Жаль, что только две карты можно тебе дать на подсказку. Значит, вот так. Какие-то туманные намеки у вас. Вот так, значит. Вот такие две подсказки я тебе выдам. Так. Короче, двигаться в сторону гриба и кентавра надо. Это кентаврель-олень. Гриб с кентавром. То есть мне вот в эту сторону... А, где-то... А, всё, я понял. Это вот эта штука. Либо вот эта, кстати. Нет, это вот эта статуя. Сто процентов. Так, сейчас. Уровень угрозы надо. Упасность. Чуть-чуть безопасней, да? Чем было. Окей. Ну, я, в принципе, понял своё задание. Так, стоп. В принципе, у меня готовая версия. Может, я тогда похожу? Страшно. Или там строгая очерёжность? Ну, нет, не строгая, конечно. Как в такой игре, может быть, прям строгая. Ну, вообще, сейчас, смотри. Сейчас первый игрок переходит ко мне. Давай поправим. Алиса ещё даёт мне подсказки. А я думал, она тебе уже оставила подсказку. Не надо. Я такая, могу ещё опаснее сделать. А, ну, нет, ты можешь оставить всё как есть. Даже, наверное, ещё. Ну, ты ж не дошёл до своей цели. Ну, вроде, да. Потому что, ну, вот тут... Тут прям вот... Прям вот... Прям вот надо чётко в объект попасть. Ну, хорошо. Давай, линеечку. Да. Просто здесь-то много объектов. К какому конкретно ему идти, непонятно. Много. Может быть, и тотем... Да, ну, то, что я дохожу, это уже... И крокодил, и... Ну, не крокодил, я думаю. И вот где-то на вот этой... Да, это тотем, скорее всего. Где-то на этом пути... Мне надо остановиться, чтобы поискать. Ну, тут особо нет... Так, тут у нас чё? Нет. Тут у нас... Тут у нас тотемчик. Птица. Это всё мелочь. Крокодил, вот эти деревца. Да, наверное, пожалуй, я прям приду сюда. Но я не буду лагерь тратить. Да, не тратим. У нас ещё крюков полно. Я не буду тратить лагерь. Да, нас ещё ни разу не ловили. Даже... А, и я же... У меня же их двое. А, вот и весь остров накрывает. Смотри, тогда... Может, я чуть-чуть не дойду. Вот так как-нибудь. Ну, ты вот тут 100% на крюка попадешь. Да? Ну, ладно, давай вот так. Давай вот так. Да ладно. Я же не обязан два этих кружочка рисовать. Да, рисуй два. Рисовать два, ну, тогда попасть... Хотя вряд ли вот в этой части острова бы спрятался. Нет, здесь всё здесь не будет. Попугай может быть вот этот, птичка. Вполне. Где они? Тут стояли. Давай. Давай, хорошо, с попугаем. Вот так. Ну, говори. Нет. Нет? Ты же вот до сюда, ты вот здесь. А, вот здесь я стоял, да? Нет. Нет. Ну, и к крюку я не попался тоже. И к крюку ты тоже не попался. Ну, хоть что-то. Так. Ну, в следующий раз ты мне выдавай. А, это да, подсказки, потому что... Ну, какие были? Я понимаю. Где же тогда? Подожди, вот отсюда шесть, да? Раз, два... Шесть. Три, четыре, пять, шесть. А где тут? Вот эта ёлка, что ли? А может вот эта? Подожди, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, это уже... Ну, тогда бы был неразлом. Ну, тогда бы да. Тогда бы да. Ладно, я жду следующий ход. Значит, это вот здесь. Я жду следующий ход, чтобы... Вообще непонятно. Чтобы уточнить. Ну, теперь ты... Я, да, ну, мне тут всё понятно. Давай линейку. Держи. Пойдём мы... Вот сюда. Полетим, полетим, по полям, по долам. Поиск. Нашёл? Нет. Нет? Нет, не нашёл. Ага, значит, вот это. Ну, ладно, посмотрим на следующую подсказку. Ну, и не попался. Ну, это хорошо. Так, а я... А я... У тебя подсказка... Ага, вот такая у тебя подсказка. Думать надо. То есть... Не надо. Да, но тут прикол в том, что таких корабликов-то, вон, три. 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 И к какому из них? А тут же наоборот, не к кораблю. А, не, а, не к кораблю. Всё, да. То есть, это... Полностью противоположно от корабля. Вот вопрос, как противоположно. От какого, да? Да. Право-влево. Ну, от... Центрального. Я думаю. Середину тогда. Это, значит... Как это противоположно-то вообще? Ну, полностью противоположно. Тут диагональ. Ширина, длина. Нет, ну вот, только не к кораблю. Значит, вот сюда куда-то. К грибу, в конце концов. Ну, я тоже там подумала. Ну, на пять. А может, а может, и... На пять? Ну, не на пять. Нет, не на пять. Да. Да. Серединка на пять. Пополам, значит. Зеленичка. Вот. Спасибо. Прошу. Пройдёмтесь. Да, всё-таки, если я попаду в грибу, я должна попасть в грибу. Ну, до гриба ты доходишь. Ай, стоит тут. Да, до гриба я дохожу. Но... Но гриб ли это? Нет, ты думай, думай. Я так... Сейчас надо подумать. Сказал наугад. А там... Может, это... Ну, я думаю, что... Ну... Наверное, вот так. Но я буду искать... Ищи. Искать я буду... Ищи. Искать я буду вот так. Чтобы на дерево попало, на всякий случай. А, розовое вот это дерево? Да. Даже вот так. Ну, то есть ты и гриб, и дерево, да, как бы? Ну, да, как бы. Не нашла. Ловушка нет. Не сработала. Где же он тут? Все, следующий раунд. Да, мы все походили. Значит, ты вот следующий раунд будешь ходить первый. Мы набираем карты. А, это мы оставляем. Да, мы пока все оставляем как есть. Так, мне бы, мне бы, мне бы... Ой, мне точно нужны вот эти карты. Мне бы мест, наверное. А, давай от... Да. Место возьму еще. Ага. Так. Сложно. Теперь я. Так. А, все просто. Ты где? Обязательно две давать подсказки? А, если ты даешь одну, то карту с руки сбрасываешь. А, ладно, я понял. Мы сделаем вот так. Мы сделаем сторону от обрыва. Вот, где-то вот так. Вот так. в сторону от пиратских кораблей. Так. Так. Ну, точно можно их не убирать, да? Точно, точно. Если ты не нашел. Да. То есть, вот это тебе первая подсказка была, вспоминает, куда ты двигалась по своему пути. Да, поэтому путь не надо стирать, пока ты не нашел. Я понял. Вот и мой путь тоже сохранился. Чтобы я помнил про первую подсказку. То есть, это тут где-то? Маркер мой плохо видно, конечно. Оранжевый? Угу. Ну, на красный поменяй. Да ладно. Тогда давай красный. На камеру там, наверное, вообще ничего не видно будет. Ну, так, теперь-то уж. Давай, теперь. Теперь-то уж прям хорошо. Хорошо. Ну, надеюсь. Тут что-то как-то. Ой, совсем от русалок. А, то есть, в ту сторону. По диагонали. Ну. Мили на две. Мили на три, четыре. Ого. От русалок. То есть, мили на три. А, опасности. Не, на две, я думаю. Опасность? Да, опасность. Так это мили на две. От русалок. А. Что это такое? Вот так вообще. Либо и сова, либо вот этот лагерь. О, вообще безопасно в ту сторону ходить. Ну, две. Ну, это точно. Это. Если это принять за ноль, это за шесть. То он показал где-то на три мили. На три мили от русалок. Мне идти в сторону. Это раз, два, три. Это где-то здесь. Ну, давайте. Ладно. А ты дала подсказку или не была? Я еще ее не дала, но я еще... Ну, до конца сейчас. Что-то есть. А, где же? Тут все далеко пощадь. Корабль. Все-таки... Если идти, я сначала шел вот отсюда. Так. В сторону между этих. Это корабль. Вот так. Точно. Это корабль. Ага. Это что-то где-то... Ну, это вот оно, это место. У меня уже не точно. А, или вот это. Похоже, вес вот и вот. Расстояние. Ты, Венди, вспомни. Ты можешь двигать. Ты можешь двигать подсказки. Уточняй. Сколько миль ему пройти? Сколько миль? То есть, если это шесть, то на сколько ему сейчас пройти? Да вообще, вот, ну, вот, 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 так. Хорошо. Ну, это... Хорошо. Ну, это миля, наверное, где-то одна. Ну, то есть, это вот этот лес, скорее всего. Верхушка самая, что ли? Либо вот этот лес. На милю. Ну, а подальше все-таки. Значит, это этот лес. Да. Сто процентов. Нет, на бровь. Так. Ну, смотри, если вот это мы принимали за шесть, то, вот, если взять цену деления, то это где-то две мили. Если это одна миля, то это вот здесь где-то будет. А, ну, это мне... Все-таки это пара миль. Пара миль, ну, не точно в лес, ты же понимаешь? Точно в лес это вот было бы здесь. Пара миль в сторону леса тебе. А до этого я вот как шел, смотри, я шел вот так. Здесь леса нигде нет. То есть здесь я свернуть неправильно не мог. И шесть, посчитай отсюда. Но она могла ошибиться в расстоянии. Ну, хорошо. Но... То есть это что-то вокруг вот этого леса, я полагаю. Либо вот этот тотем. Либо уж вот это. Ладно, входите. Я... Может, вы найдете двоих детей, мне не надо подходить. Ладно, давайте. Я, в принципе, готов. Это корабль, я уверен. Так, а я... То есть... Ну, и... Красный получше, видно. Прям получше. Есть чуть-чуть. Да, сдвигать, да. Сдвигать удобно. О, этот тотем еще захватен. Прошел? Да, это пиратский корабль. Еее. Ну, это брошенный корабль, который намельно скачил, видимо. У него флаг, кстати, не пиратский. Что-то британский, наверное. Так, хорошо. Ладно. Думать надо. Так, это у нас сбросик. Надо очень хорошо думать. То есть это... Все еще... Мне надо хорошо будет думать, поэтому... И мне надо хорошо будет думать. Найдешь, если мне ходить не придешь. Ну, обсудите там, я не знаю. Тут довольно явная подсказка. Так, сейчас, сейчас, Алис. Сейчас. Давай, я отмечу на всякий случай. Не, почему? Смотри. То есть 0 мили. То есть это... Насколько это отличается от нуля, смотри. От нуля, то есть это... А, слушай, блин. Сколько от нуля отличается. Вот это есть точный ноль, да? Мы принимаем вот это за точный ноль. А, то есть это не... То тебе надо где-то на... Не точный ноль. Так, я отметил. Давай, Алиса, думай. Отличное от нуля примерно вот на 100 к тебе надо пройти. То есть это двойка, единица. Давай смотреть. Значит, до этого у тебя какая подсказка была? От пиратского корабля на 5 миль. Ну, вот ты прошла к грибу. Ну, не на 5, а на... На пару миль ты прошла. На 3. Хорошо. Теперь, значит, мы продолжаем. Только не в сторону вот этого обрыва. На пару миль. Это может быть вот этот товарищ. То есть обратно. Е-мое. Да. Ну, ты, возможно, далеко очень прошла от корабля. Смотри, ты была здесь. Ага. Тебе надо было от кораблей идти, ну, вот по диагонали, чуть-чуть вот так. Смотри. Ты прошла чуть под другим углом и промахнулась, ну, далеко ушла. Поэтому какие варианты? Смотри. Ну, ну... Может, тотем, а может и этот самый. Как его? Ты можешь между ними стать и захватить поиском. Да, могу. Опасность какая-то есть там? Это есть, но надо. А, я могу подвинуть. Да, да, сейчас можешь, конечно. А. Опасности никакой, поэтому... Поэтому можно идти точно. Так, а где это? Линейка вот. Вот эта вот штука. Вот. Так, ну, значит... Ну, это обычно вот так укладывается. Ладно. Закрывает сторону B, как бы. А то вдруг спортивные игроки... Ага. У него карта... Повернута той стороной. Той стороной. И, значит, он взял... Так, этот вышел уже пакетик из игры. А, у него, значит, вот так... Ну, ну. А, да иди сюда. Да что ж, что-то такое. В бокс сдвигай просто. А, тут это. Сгиб карты. Ну и что? Да, сгиб карты. Вот она почему. Так. Значит, вот где-то здесь это лежит. Ну, допустим. Ну, допустим, вот так. Пришла. А. А вот. Точно. Спасибо. Ищешь, да? Ищу. А если опасности никакой, то почему бы нет? Ну, да. Даже, наверное, то есть я захвачу тотем, его и еще что-нибудь надо. Ну, хотя бы. Хотя бы тотем и кентавра. Ну, горы. В общем, думай. Что-нибудь надо еще. Принимай решение, да. И вы абсолютно правы. Да ладно. Это кентавр. Круто. Спасибо. Ну, тут была опасность. Вот эта часть гор и вот эта часть гор. Но она не попала. Хорошо. Вот, поэтому мы нашли. Мы нашли четвертого. А надо пять, да? Нет, четыре. Четыре? Да. А, ну все, прекрасно. И мы... Справились. Кроме Сергея все справились. Так а где был-то его? Где? Где? Да ну вот в крокодильчик. А, на крокодиле. Ну, логично тогда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Их ровно шесть. Хорошо. Хорошо. Я очень. Да, ну чуть промахнулся, ты видишь. А вы, да, вы пошли сначала. Я думал, вы пойдете от кораблей прям это вот так на пару миль. Но тут чуть с градусом угла. Кораблей три. Кораблей три, поэтому этот градус сложно было вычислить с первого раза. Ну, прикольно, прикольно. Давайте вторую парку. Давайте. Мы стираем все, в общем-то, что есть. Ну что, мы всех дошли. Да, давайте мы определим, значит, случайным образом, какой штраф... Усложнение у нас стираем. Да, злой капитан Крюк каких-то гадостей нам наделает. Ага, слишком легко, вы всех нашли. Что здесь? И, Алис, хочешь вытянуть? Да, я везучая, в кавычках. Любую. Так, я думал, они тут все читают гадкие. Читает ветра кошмара, впугающие кошмары, затемняет введение героя. О, что? Ну, читай, читай. При подготовке к игре уберите три дополнительные карты введений. Из каждой колоды. О! На расстоянии и направлении. Ну да, да. А, быстрее, короче, Крюк ускоряется. Ну да, у нас меньше времени для того, чтобы... Не, ну иллюстрация тут очень крутая. Сейчас мы все перемешаем. Может, другую вытянем? Она просто мы и так быстро нашли. Если мы сейчас... Давай еще... У нас игровой процесс, по сути, не изменится. Есть какие-нибудь другие усмотрения? Есть. Ну, тогда... Да. Опасайтесь крокодилов. Вся эта суматоха на острове вывела крокодилов из оцепенения. Теперь в воде неспокойно. Ой. При перемещении, если игрок пересекает хотя бы один участок с водой, он сбрасывает одну любую карту видения. Затем он помещает ее под свой личный планшет, как напоминание, что количество его карт сократилось на одну до конца игры. Игрок, у которого на руках всего 4 карты, игнорирует это событие. А. Всего 4 карты игнорируют это событие. Ну да. Хотя вначале... А, ты до 6 добираешься. Ты до 6 добираешь, да. При перемещении, если игрок пересекает участок с водой... Сбрасываешь карту. Да, сбрасываешь карту с руки и помещаешь под свой личный планшет. И лимит карты у тебя уменьшаются. Крокодилы теперь кусают. Можем так сыграть. Крокодилы кусучие. Да, давайте попробуем. Это интереснее. Можем вообще с двумя с этими сыграть. Давайте с двумя с этими сыграть. Ну было очень просто. Как по мне, было очень просто. Ну хорошо. Вот давайте с двумя тогда сыграем. Раз нам было очень просто. Да ладно. Давайте перемешаем. Ну достаем все эти штучки. Штуки-дрюки. Так. Эту я... Может в сторону B? Нет, сторона B. Это... Надо карточку было вытащить. Вот. Мы сразу со всеми шестерей сыграть. Можем поменять с персонажей. Мне нравится. Мне устраивается. Хотя я, кстати, далеко так не летал. Хорошо. Не, ну просто не пригождалось. Не, давай тот, который карты меняет. Карты меняет в Энде или что? Ну вот у нас осталось Скво. Скво берет одну карту из сброса. В момент добора. А этот лагерь дополнительный. А этот дополнительный лагерь, да. Карта из сброса вместе с крокодилами звучит полезно. То есть я смогу посмотреть, что в сбросе и выбрать то, что мне нужно. Это имбовый персонаж, я тебе так скажу. Серьезно, да. Тогда не будем. Не, не, бери, бери, бери. Бери. Да я не хочу. Я хочу, чтобы посложнее было, а не попроще. Не, все, я это оставлю. Смотри, учитывая, что мы играем втроем, то есть у нас уже на старте есть сброс 5,7 карт из каждой колоды. Очень просто будет. Вот. И еще у нас по свойству карты крюка будут еще дополнительные карты сброса. То есть ты фактически автоматически сразу нагребешь карты, которые нужны, и твое предсказание будет максимально точным всегда. Не, это не мой путь. Все, да, у нас тоненькие колоды стали. Очень тоненькие. Так, и задание. Так, мы должны, да, получить... Давай вот эту. Так. Так, сторона, сторона. А, и мне что-нибудь надо тоже. Так. Так, давайте оставимся. Оставимся. Мы можем играть, давай, в обратном порядке, против часовой стрелки. Алиса будет загадывать тебе, ты мне, я Алисе. Ну, так, ради интереса. Давай. Кто, кому еще раз. Ну, вот так мы играли вот по часовой стрелке, теперь против часовой. А в какую сторону? Теперь ты мне будешь давать подсказки. Да, да, я тебе. Да, давайте так. Это у нас же дома электрические, а я такие, чтобы не видел. Ага, так, ты где там стоишь? А, я вот здесь. И вот здесь. Венди здесь, да. Так, я Алисе загадываю, Алиса Венди. Я тебе загадываю. Это что за карты? Это какие-то... А, это те, которые это выкинули. А, это мои карты. Или это твои карты? Мои карты, которые я сдал. Выкинул я вот. Прикол будет, конечно. Так, вот здесь мы добираем. А, вот. Можно же добирать, так сказать. Вот тут что делает. Давайте сейчас посмотрим. Вы там не увидите, наверное, все равно, но... Отгадывайте вместе с Сережей. Так, я загадываю Венди. Я загадываю Венди, 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 Венди. Угу. Угу. Так. Ну что ж, надо указать, да. Давай тоже сначала. Как карты-карты добираем? А, точно. Давай возьмем. Все-таки, наверное... Ой, как удобно вообще. Так, я беру карточки. Место, давай возьму дальность. А, точно. Надо же отметить, где... Да. Где человек. Естественно. Иди сюда. Так. Так. Так, Алис, я загадываю тебе, смотри внимательно. Чувствую тебя так отмечу, никто опять ничего не найдет. Так что... Так, что у нас на поле одно? Одно уют. Так. Надо смотреть сразу с картами, чтобы... Да. Сейчас будет сложно. Так, я загадываю, значит, Дяди Фил. Да. Где я вообще? А, вот я вообще. Очень сложно. Очень сложно. А, ну... Во, вот так. Давай дадим тебе вот всякую. И помните, что водичку, пересекая воду, мы будем лишаться карт. Водичку. Да. Да. Реки, озера, вот этот брод. Тебе вот так. Как жалко. Направление понятно? Да. А мне значат. Да. Да. Ты знаешь, что, наверное... Тебе водичка. Вот так даже направление у тебя будет. Угу. Так вот скорректируем. Ну, хорошо. Тут вопрос как далеко. Типа... Ну, я же не могу третье давать подсказ. Я понимаю, да. Иди, пока не упрёшься. Иди, пока не упрёшься. А, и это... Очень осторожно. О, моё. Это очень опасно. Очень опасно, да. Беда, беда. Я вообще... Вот это вот... Хоть иди лагеря оставь по пути. Один, другой. По расстоянию ничего, никаких намёков. Всё, я понимаю. Я понимаю. На следующем ходу получишь. Где это вообще? Ну, да. Боже. А, вот оно. Где-то тут. То есть там... Какие-то тут... Это. Карты места. Только потом это. Это, наверное, хорошие карты. Так. Ну, туалет. У меня... Ну, кому как. У меня это вообще очень странно. Вот. Так, а тебе... Так. Точно в сторону... Пегаса. Кентавра. Кентавра. Тебе без разницы. Это что-то непонятно. Мили на... Четыре. Не, не, на четыре. На две. На две. На две с половиной. Так. Тут непонятно, как она в какую... На две. Ну, вот, да. То есть это на шесть или на две. То есть она просто отличается от четвёрки. Она сколько? Отличается от... Больше или в меньшую сторону, непонятно. А, опасность? Ну, предположим, на две. Опасность такая такая? Опасность я бы не ставил. А, такая... То есть вообще никакая? Не опасно тебе туда идти. Да, я думаю, это вот эти горы. Хорошо. Нет, подожди, на две это... Раз. Два. Да, это где-то... Это вот эти горы, походу, где-то. Что такое? Либо кентавр сам. Жалко, что у меня не два круга поиска. А может, если это дальше, на шесть, скорее всего, тогда тебе раз, два, три, четыре... Может, на корабль быть опять. Ну, надо поискать кентавра в любом случае. Если это не кентавр, то двигаться на корабль. То есть эта четвёрка отличается в большую сторону, значит. Угу. Так, а мне, значит, надо выставить. Да, тебе всё-таки надо мне чё-нибудь подсказать. Да, значит, вот как тяжело, когда этих... Какие-скольки, как мили? Да неважно, мили, километры. Ты просто понимаешь, что один это одна клеточка, и всё. Во-во. Шикарно. Потому что если я сейчас неправильно посчитаю в мили, всё сейчас оборвётся. Потому что если я её выставлю неправильно, будет плохо. Ну, давай пробовать. Сейчас. Да. Надо начинать как-то. Чтоб действительно ближе и безопасней, и не так опасней. То есть... Да. То есть вот так и... И сюда. То есть как-то... Как-то... Всё, молчим. В сторону гриба, но не совсем. В целом, в сторону гриба надо двигаться. Вот. Чуть меньше пяти миль в сторону гриба, а уровень угрозы? А уровень угрозы? Сколько там у меня опасностей ждёт? Сейчас. Либо тотем, либо кентавр, опять же. Хотя не совсем в сторону гриба, да? Не совсем в сторону гриба. Ну... То есть это не прямо на него, а куда-то сюда, либо сюда. На русалок, может, конечно. Уровень угрозы? Смотри, по пути... Уровень угрозы. Сколько там этих кружочков? Три или четыре. Раз, два, три, четыре. Водичка. Скорее всего, дерево, либо русалки. Ну, а водичка тут одна будет. А, вот оно. Что? Водичка, водичка. Водичка. Опасная вещь, оказывается. Угу. Так. Камень. Это значит... Что там по пути? Ну, вообще... Кула, а... Ну, вода — это не угроза. Её как бы не надо учитывать как угрозу. Ну, то есть... Угроза — это только вот красненькие, то есть, что я отведено. Палкарта. Ну, где-то вот... Ага, ну, есть, короче, там шанс нарваться. Крокодильчики. Угу. Не, ну, как это всё красиво нарисовано. Так, ну, я первый, да? Пойдём тогда. Да, начинай. Я думаю, что это... Либо вот эта штука. Вот что-то где-то здесь мне подсказывает. Я сейчас вот так вот три накрою. Если это будет не оно, пойду тогда в другую сторону от гриба. Потому что это... Ну, как бы в сторону гриба, но не совсем. То есть, это что-то возле него. По идее, это вот два каких-то направляющих. Ну, логика, да, такая. Не пять, но где-то меньше пяти. Скорее всего, ну, четыре. Да. Раз, два, три, четыре. То есть, что-то вот в этом вот... Будем проверять. Логика такая, да. И я пересеку один раз. Ты можешь пойти вот так. Ты же феечка, ты же можешь летать далеко. В смысле, вот так? Тут же вот она идет. Ну, вот, я имею в виду, ты вот так, вот так, вот так. А, за два хода? Нет. Перелетать... Время ограничено. Смотрите, фею не должны крокодилы грызть. Да, она летает. Ну, она там где-то, видимо, порхает, порхает. Низко над водой. Низко над водой, да. Вот так мы пролетим. Я могу вообще досюда, но мне не надо. Можешь. И пересекается там вода, наверное, да. Да. Пересекая воду, я должен сбросить что-то одно. Одну карту. Я в открытую? В закрытую, и как напоминалку себе, что у тебя на одну карту в руке меньше теперь. Угу. При наборе. Ну, и будем искать. Угу. Закрывать это еще прям. А, эту не накрыл, блин. Ну, короче, дерево или русалки? Да, нет? Нет. Не нашел. Ни... В опасность не попал? В опасность... А-а. Ну, видимо, было близко, судя по ее реакции. Было довольно... Все, молчу. Все, да, ходи. Судя по реакции, было близко. Так, ну... Блин, а где же это? Ну, посмотрим вторую подсказку. Есть кентавр. И четыре мили. Ну, то есть, это что-то с кентавром связано. Ну, правильно же пролетело. Раз, два, три, четыре. Да, если направление ты выбрал слева от гриба, то так. Значит, теперь вот здесь надо проверить. Если справа от гриба, то здесь. Это то есть меньше, то есть. Это больше, это меньше. Ну, это... Там не больше, меньше, а насколько это похоже. Это более явное, да. Оно может как в одну сторону, так и в другую отличаться. Или противоположное. Тут либо два, либо шесть получается. Кентавру. Скорее всего. Ты тоже через водичку, да, идешь? Я тоже через водичку. Ну, а тут везде вода. Да. Это же остров, правильно? Угу. Как обидно. Не доходишь? Дохожу. На четыре доходишь. Да, на четыре я... А до чего? Но тебе надо либо на два, либо на шесть. Просто надо сначала двойку исключить, посмотреть, что там могло по пути. Если он имел в виду двойку вот этим намеком, то это вот кентавр, скорее всего. Сейчас поищем. А, смотри, она два раза воду пересекла. Вот раз и два. Как это раз и два? Я на воде стояла. Если игрок пересекает хотя бы один участок с водой, то есть ты можешь их и десять пересечь, но если хоть один, то... Ага. Так. И... Да, да, да. Тут эти? Да. О, отлично. Какого-то. Одного нашли. Да. Ну вот, и не придется на корабля идти. Не придется. Карточку только скинь с руки и скинь ее вот сюда под планшетик, чтобы напоминать, что у тебя теперь пять карт к руке. Пять карт. А у меня их сейчас три. Ну, я имею в виду, максимально у тебя могло быть... Забирать будешь до пяти. Шесть, да. До пяти, то есть... Ну, в какой-то мере, может, и хорошо. Ну, нет, нехорошо. Да, нет, это в любом случае нехорошо. Когда у тебя больше возможностей... Так, а где же мое? Птичку буду проверять. Ну, сейчас посмотрим еще подсказку. Так, добираем мы, да? Я доберу местность. А я еще не походил, да? А, ты не походил. Да, я сейчас поставлю, ну... Подожди, а я тебе подсказку вторую. А, ты не походил вообще. Я вообще еще не ходил. А я уже подсказки добираю. Я же третий хожу. Ну что, не... А, надо втиснуться между краем карты и черепом. Я понял. Ну, подальше от черепа. Как бы, не четко вот наверх, а вот как-то вот куда-то вот сюда вот. Расстояние неизвестное. Ну, просто к вигвамчикам похожу, например, или к лесу. То есть, если вот четко вертикально это было между черепом и краем карты, то ближе к краю карты. Ну, давай как-нибудь вот сюда вот к вигвамчикам. Дотягиваюсь я, дотягиваюсь вот сюда. Я просто поставлю вот так вот. Этот не пересек. Ну, я прям на берегу остановился. Все, стою, не ищу. Жду следующих подсказок. Прекрасно. Теперь добираем. Надо беруть постоянное. Вот, смотри, у тебя минус одна карта, и у тебя минус одна карта. Значит, мне надо добрать еще две. Ну, да, ты добираешь... В общем, пять карт должно быть на руке. Не больше. У тебя сейчас сколько? У меня сейчас три. Три, правильно. Вот две добирай. Что-то мне кажется, их никто не мешал. Я мешал. Точно не мешал. Ну, а что? Они же повторяются еще. Не, они не повторяются. А я вот тоже две карты доберу. А, Алис, ты стирай свой путь, потому что у тебя сейчас уже новое все будет. Так, я выберу вот одну такую карту. Да что ж такое? Да что ж такое? И одну, давай, другую карту. Да что ж такое? Да хорош там. Ага. Так. Это одна подсказка где-то вот. От русалок. Да, я понял. Я понял, да. Хорошо, сейчас с Алисой. У тебя новенький. А ты мне тоже подсказочку давай. Смотри, я сбрасываю вот это. У меня вот здесь сейчас. Вот это я сбрасываю. Так, ну тут. И выкладываю. Наверное, наверное. Совсем. Яско-кровля, будь здорово. Спасибо. Ну, то есть сюда куда-то дальше. Вот туда. Так, так, так. На чуть-чуть совсем. То есть это где-то 2 мили. Да, где-то на 2 мили от кораблей. Скорее всего, это вот этот лагерь. Ну, опасность. А, ну да, опасность. А, у тебя же тоже опасность надо выставить. Опасность. Сейчас поймем. Вот так. Так, ну. Обалдеть. Как есть. Средний. Как есть. Так, жетончик передали. Ты мне будешь подсказывать? Первого игрока. Давать какую-то еще информацию. Да, да. Там что-то там есть вообще. Чего-то нет, что-то есть. Вот я двигался вот отсюда, вот сюда. Угу. Я нарисую тоже. То есть, ну, жалко нет, влево, вправо вот что бы. Потому что влево, вправо. Оно есть просто, тебе надо при помощи объектов это подсказать. Не, ну, да. Есть все направления. Да. От любого объекта можно оттолкнуться. Та-ра-ра-рам, пам-пам-пам. Наверное. Только вот так и все. И вот. Все. Хорошо. А, ты дала подсказку? Стало чуть опасней. Это и все подсказки? Двигаться надо аккуратней. Ты должна же карту тогда сбросить. Я? Да, ты одну подсказку дала или сколько? Ну, ни одной не дала. Тогда две карты надо сбросить. То есть, ты в свой ход должна в любом случае тратить две карты. Блин, ну мне надо от чего-то отталкиваться. Я не знаю, где мне искать. Вообще не знаю. Ну, то есть, я пойду искать сюда. Раз я здесь первый раз промахнулся, я пойду сюда искать. Да, то есть. То есть, это не эта сторона от гриба, а вот эта. Ну, это тоже как бы... Это то или не то. Да, это вроде то. Ну, то значит то. Ты клади подсказку, а там уже смотри. Насколько она то. Да, ты смотри на реакцию, как игрок, если походил по твоей задумке... А, вигвамы. В сторону вигвамов надо двигаться. Ну, все понятно теперь. Только вот вигвамы и вот вигвамы. Смотри. А там конкретные вигвамы. Так, а ты вот... Конкретные? А ты вот... Тут нет конкретных вигвамов. Ты подсказку уже выдала. Это вот эти вигвамы? Наверное. Ну, походу. А, нет, вот эти. Если по цветам, то вот он, раз, фиолетовенький и этот. Не, ну тогда это было бы прям четко в сторону гриба. А тут не четко было. Вот эти вигвамы. Я промахнулся. Бенди может менять карточки, я имею в виду двигать карты. Точнее. Расстояние можешь мне подвигать. Так, вот это вот здесь было, да? Ну да. Нет, это было вот здесь. Вот так вот. Ну хорошо. Не совсем в сторону этих вигвам. Ну, короче, это вот это я подозреваю. Болото, да, какое-то? Так, то есть, ну подсказку я дала. Птичка там летает. Ну, карту мне надо скинуть, да? Да, ну карту будет сброс здесь, давай. Там летает птичка. Птичка? Скорее всего. Там на осложненной стороне что-то эти птички делали. Да, ну потом я расскажу. На осложненной стороне там много всего. Ну, давайте ходим. Все дали подсказки. Да, Алис, ты первый игрок. Ходи. Ой, что-то сейчас, я кажется, пойду точно куда-нибудь. Ну, а что тебе, от кораблей течет продолжить путь. Так, то есть, это... Держи. Две примерно мили. Две мили, значит. Это вот эта пещера, может быть, сундук. Раз, два, где-то здесь, по ходу. Сейчас. Ну, мне так кажется. Тормози. Да. Заход. Да, можно вот и пещеру зацепить, и... Да. Да, бог заходил. Издевательство. Пещеру, и что еще зацепишь-то? Так. Пусть тут подождут. Угу. А, зачем я его закрываю? Что-то не зацепил. Ну, как бы... Да. Все. Теперь тут надо искать. Так. Ты уже поискала? Ну, пещера, да. В общем. Пещера. Отцепила. Отлично. Не напоролась? Нет, оно вот... Ага. Оно прям вот здесь вот. Даже дальше вот здесь вот. Вот. Ну, она ведь двоих нашла. Ну, пока ни одного. Так, меняем. Сейчас я... Ой. Так. А, давай я схожу, и потом буду... Да, 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 давай. От русалок на... Меньше, чем на две, получается. Либо меньше, чем на две, либо больше, чем на две. От русалок на две это будет раз, два. Ну, в лагерь сюда, что ли? Ну, надо, видимо, учитывать предыдущие вот эти, да? Или... Они же остались, правильно? Ты же их не стал сбрасывать. Ну, надо пойти в лагерь. Поискать там, я думаю. Вот в этот. Он такой протяженный, конечно. Ладно, что гадать. Надо ходить. От русалок. То есть, я могу пройти на весь вот этот... Всю вот эту длину. А вот куда? Ну, две мили, это было бы две мили. Это было бы буквально. Ну, да. Это было бы прям четко. Или, может, от русалок вот сюда, вот опять к этому тотему. Давай, наверное, к тотему. Потому что две, четыре, это будет раз, два, три. Не две, да? Ну, ладно, давай к тотему пойдем. Ты пересек там? Да, я воду пересек, но без проблем. Что ж поделать? Сюда. Можно, в принципе, вот так. Они же меня два раза ищут. Первый будет... Вот сюда они пришли, короче говоря. Раз. И... Два. Ну, да, я думаю, можно зачитать. Вообще, это лагерь был. Вот этот? Вот эта часть лагеря. Ага. Вообще, крестик вот как бы... Как тебе показать? Ну, знаю. Крестик вот здесь. Ну, типа, искать его еще, но этот... Допустим, ты на крылой лагере этот попал. Ну, хорошо. Ладно, спасибо. Значит, нашли. Стираю путь. Да, стираю свой длинный... Просто я тоже этот крестик хотел поставить, ну... Длинный, долгий путь. Уж можно нарисовать и вот такой крестик, типа лагерь. Да. А, типа на весь лагерь. Да, размеры крестиков не регламентируются. А, ну если вы на все поле крестик. Так, все, пожалуйста. На все поле крестик. Ходите следующий, а я пока сменю себе... Так, ну мне кажется, что... Что? А где линейка? Линейка... Линейка... Ага, я загадываю Алисе, да? Да. Алиса где стояла? Где пещера, да? Да. Вот здесь. Ты, кстати, постирай путь свой. Да, точно. Так, ну давай вот тут мы тебя отмытим. А что я могу вместе с птичкой еще? Пещеру могу, давай, с пещерой еще. А, я пересек... Птичка плюс пещера. Я пересек воду и... Да, это птичка. Ура! Это птичка, которая... Мы нашли четвертого, кстати. А, все? Все. Все. Да. Ну, поздравляю нас. Что ж, мы с двумя... С двумя... Было не сильно сложнее. Было не сильно сложнее. Пока, пока. Вот. Но там есть еще в запасе карты, которые будут усложнять нам игру. Вот. И одна из этих карт, значит... Ну, вот смотрите, давайте просмотрим их все. Отравленный Питер. Несчастье, Питера отравили. При подготовке к игре заполните одну ячейку капитана... Крюка. Крюка. Да, то есть уже... Ну, еще, то есть меньше. Вот. Адская лава. Лава теперь непроходима. То есть вот эта... А, нужно именно обходить. Лава, ее надо каким-то образом обходить. Шалун исчез. Капитан Крюк схватил еще одного ребенка. Не зря его назвали Шалуном. И вы должны найти пятого. Чтобы победить. Дрожащий сон. Мощное сонное землетрясение стало причиной ужасных потрясений на острове. При подготовке к игре переверните поле на Этландию на сторону с извергающимся вулканом. А, во, это усложнение, если входит в игру. Надо было нам с ним сыграть. Да, посмотрим вообще, что там. Да, конечно, посмотрим. Смотрим сначала. Тут и лавы больше, да? Да. Тут вулкан. Тут по-другому расположены, видите, ориентиры, да, объекты. Вот, например, пиратские корабли, которые мы часто использовали в этой партии. Их вон сколько. Видно, что на этой стороне меньше играют. Вот это прям такая выцветшая, свеженькая. Значит, да. То есть, ну, здесь немного по-другому расположены... А, здесь они какие-то объекты поменены местами. Ну, вот, тигр теперь здесь. Кентавр теперь тут. Кентавр там. Ну, в общем, по мелочи, да. Но в целом, в целом она сложнее. Лавы здесь больше. То есть, такие моменты. Ну, плюс появились какие-то другие совсем... Тут голова у тотема отломанная. Вот. Теперь давайте смотреть, что все эти тотемы и птицы означают. Потому что, если бы мы проигрывали, то они бы нам помогали. Птицы. И птицы, и тотемы, да. Значит, смотрите, например, есть карта волшебная пыльца. Теперь герой использует свои особые способности. То есть, у нас у всех были способности, ну, обычные, да, обычного уровня. То есть, мои парни могли два кружочка рисовать. Когда эта карта входит в игру, они три могут рисовать. Вот это вообще накрыть полкарты. Фея может летать куда угодно телепортироваться без линейки теперь вообще. А я чем могу? Вот. Венди, Венди, смотри. Тут ты одну карту могла сдвигать, а так две. А так все, да. Все карты можно сдвигать. Вот. С высоты стражей. Воздвигнутые древним народом каменные стражи. Идеальные наблюдательные пункты для героев. Когда игрок возводит лагерь с целым каменным стражем. С целым. Да. Вот на той стороне карты, на которой мы играли, они все целые. А тут поломанные. А тут есть поломанные. Его сосед слева рисует стрелку у основания статуи, указывающую точное направление, в котором находится потерянный ребенок. Прикольно. Какого-то. Это нам облегчает игрок. Птицы. Вот. Помощь с неба. Невиданные птицы летят на выручку героям. Когда игрок возводит лагерь с невиданной птицей. Вот они. Вот, например. Их здесь много на карте. Вот. Здесь. Он выбирает 10 квадратов, образованных горизонтальными вертикальными линиями на игровом поле, прилегающих друг к другу. И обводит контур получившейся области. Ну да, то есть прям вот квадраты рисуешь 10. Игрок слева сообщает, находится ли там потерянный ребенок. А 10 квадратов это немало. Все поле можно обрисовать. И четвертая карта. 9 на 9. Да. 81. Это больше 10% поля. Да. Ну, может легче сделать, но, да. Такая подсказка, ну, опционально. А если ты попадешь в эти 10 квадратов, то ты вообще, ну... Да. И пушистый посланник. Друг Венди. Быстрый, энергичный волк. Передвигается по острову, приносит героям ценную информацию. Перед фазой получения видений каждый игрок выбирает две карты видений из руки и отдает их игроку слева. Ну, вроде как можно... Ну, ты как бы спрашиваешь, надо мне туда идти, если он выкладывает ее подсказку. Ну, да, понятно. Вот, это значит, что-то нам усложняет игру, что-то облегчает. Вот, если пройти игру со всеми, со всеми усложнениями, да... Там ее пройдет. То, да, это называется полностью пройти игру. Ну, это реально. Вот. Да, конечно, реальная игра детская. Вот. Ну, взрослые тоже вполне себе могут чертить, рисовать. Вот. Мне кажется, это упрощенный вариант сокровища капитана Силера. Только там была соревновательная все-таки игра. И там надо было друг друга запутывать. Да. А механика, да, рисование по карте с поиском, с логическим поиском объектов, с дедукцией. Да, есть общие черты, безусловно. Там было еще и больше инструментов для рисования. Да, циркули. Ну, там тоже циркули, линейка. Линейки, да, 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 да. Ну, она больше для взрослых, конечно. И кружки разных размеров. Правильно. Ну, да, да. Для более взрослой аудитории. Здесь то, хорошее оформление. Она яркая. Вот. Очень яркая. Разные персонажи. То есть, ну, каждый со своими... Я своим свойством так ни разу не воспользовался за две игры. Ну, просто не пришлось. Так далеко летать не надо. Да, на самом деле. Не, могло, могло быть. Я бы тебе выложил 6+. И куда-то в дальний конец карты. И вот. Они все, да, разные. Со своими какими-то свойствами. Ну, вот мы не поиграли за Лилию. Но вот ее свойство, мне кажется, ну, имбовое. Ну, да. То есть, вы... Брать любой... Вы листаете этот самый колоды сброса и можете одну карту из этого сброса взять в фазу добора. Ну, то есть, это практически вам гарантированно. Чем больше у вас колода сброса растет, тем более гарантированно вы выложите точную подсказку. Ну, это можно играть вот взрослым с совсем маленькими детьми, брать вот эту скво и прям давать явные подсказки каким-то малышам совсем. Ну, остальные так ситуативные. То есть, они не скажут, что слишком мощные какие-то у них там качества, но они отличаются очень хорошо. Единственное, вот, конечно, вариант в том, ну, не знаю, к минусу отнести, не отнести игры. Здесь много всяких мелких деталей на карте, которых нет на картах. На картах этих самых ориентиров. Вот эти, типа, вот меч в камне, да? Да, и было бы так прикольно, если бы вот они тоже как-то фигурировали. Поискать еще. Да, вот, потому что, ну, есть какие-то... Бутылка там какая-то плавающая. Они же неспроста, да, вот здесь вот лопатка была. А, она на той карте была, сундук. Это же было бы так прикольно, вот от них еще как-то отталкивать, микро-настройку такую делать. Микро-элемент. Да. Но если нет, и приходится, и приходится вот прямо от таких явных, крупных этих самых элементов. Ну, игра детская, то есть понятно, что тут не надо пиксель-хантингом каким-то заниматься. Ну да. Так что, в целом, игра положительные эмоции вызвала, вызывала. Кракен есть там на карлах? Нет. Нет, мне жалко. Обидно. По-моему, нет. Алиса что скажет про игру? Игра очень красивая, яркая. С очень хорошей задумкой. В принципе, я согласен. Задумка прикольная. Единственный момент, я так еще думал, что тематика, да, Петер Пен, ну, я лично... Она больше про приключения, да? Я не фанат Петера Пена, но я так просто представил, что если бы это вот любой какой-то диснеевский сюжет Словно говоря, да, любой. Чипы Дея спешат на помощь. Черный плащ, карта города. Черный плащ, Аладдин. Там, да, да, любой, любой. Любой, потому что, ну, где есть там пять героев, которых можно как-то наградить какими-то свойствами там, уникальными, выпустить на ту карту, где они вот там в мультфильмах были. Чипы Дея вообще тоже бесконечное какое-то, то есть можно карты брать, просто какие-то карта-комнаты, да, там, блин, они там что-нибудь... Комнаты или города. Или города, но в разных масштабах, да, здесь прям остров. И, пожалуйста, там этот Рокфор с Жиком, да, вот это вместо вот этих двоих гаечка, которая летает вот как фея на своем там аппарате. Ну да, да, да. И слось можно понапридумывать миллион. Да, 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 то есть, как бы, да, хорошо. А игра хороша сама по себе, вот, и это не минус, это, ну, просто выбрали Питера Пэна, хорошо. Но при этом про нее не скажешь, что она абстракт. Здесь вполне реальное путешествие по вот этому миру. Да, вполне. Перемещение. И кто читал или у него свежи воспоминания там о книге или о мультике, там, скорее всего, они все эти места найдут. Ну, не все, наверное. Ну, какие-то из. Там, пушка какая-то, или пиратский флот, или крокодил, или вулкан. Я не помню, честно. Что и как уже русалки, опять же, были. Тоже стон. Вот, что да, а его нет на картах. Это так обидно, вот, что ты хотел бы поставить здесь крестик, но... А его тут нет, да. Тут же какие-то руины, вот. Много всего на карте. Карта богатая, яркая на детали, но они как-то не участвуют. Глаза разбегаются. И компоненты, конечно. Конечно, вот эти акриловые линеечки. Здорово. Удобно. Про конвертики я уже говорил, что хорошо, реализация неплохая. Из минусов можно только, наверное, изнашиваемость компонентов, что со временем, конечно, это все. Маркеры подустанут, карта подустанет, потому что постоянно по ним... Ну, хватит на много, на самом деле. Ну, так ни минусов, нечего ответить. Хорошая детская игра, яркая. Вот, все. Семейный, для семейного досуга. Да, и на вот... До пяти игроков на взаимопонимание, да, то есть... Да, да, да. На вот этот момент, что понять, а что хотел... Что имел в виду... Сосед, что он там тебе хотел подсказать, показать, как он отреагировал. Ну, вот эти эмоциональные... Скорректировать как-то. Вы находите вот взаимопонимание, да, притираетесь к логике друг друга. Игра про это. Ну что, будем закругляться. Всем спасибо. С вами были Алиса, Сережа, Филипп, канал Твой Игровой. На игрушечку будет предзаказ. Ныряйте по ссылке в описании. Если вам игра понравилась, заказывайте. До следующих встреч. Пока. Ну, Зоофию Варя все время играет. Да. Ну, ей просто нравится. Летать далеко. Внешний вид ее, конечно, очень отличается. Ну, да, но она объевшаяся пирожков фея. Это странно. Да, как она вообще летать может? У него крылья накачанные, наверное. Мощные. Так. Ну, такую тушку поднять. Не, они же там при помощи волшебной пыльцы летают. Да, и тут же карта такая есть тоже. Пыльца? Ну, типа вот эти сверхспособности, они открываются... Дающие левитацию пыльца там, да. Там можно было кое угодно, кого угодно пыльцой феи посыпать, и он на времена левитировать мог. Да. Что-то такое было там в мультике. Ну, и в книжке. Ну, и в книжке. Продолжение следует...